Как искать волю Божию? Ну, абсолютно от такого рецепта точного, что ты вот это вот действие сделал, или вот эту вот фразу сказал, и тебе совершенно очевидно открылась воля Божия, такого рецепта нет. Но одна фраза, которая вот это магистральное, стратегическое направление нам показывает. Надо быть максимально честным с самим собою, стараться не выдавать свою греховную волю за волю Божию, стараться каждый раз спрашивать себя, а это Богу угодно? Вот честно-честно, без всякой лжи и льстей, без всякого самообмана. Годно ли Богу вот это? Или это я делаю по тщеславию? Или я делаю по гордости? Или я делаю еще по какой-то страсти, по сребролюбию? Или это делаю ради Господа? Вот если мы делаем что-то ради Господа, тогда мы живем по воле Божией. Надо этот вопрос задавать себе, может быть, не один раз, и не десять раз, а десятки, сотни раз, может быть, всю жизнь все задавать. Господи, что Тебе угодно, как Тебе послужить, и стараться отсечь свою волю. Не как я хочу, Господи, пусть будет, но пусть Твоя воля даже торжествует. Но обычно, вы знаете, воля Божия, она такая вот ненавязчивая, она такая нежная, отцовская, ласковая. Эта воля сатаны, она такая давит. Все время человек, который принимает вот эти сатанинские внушения по мысли, он просто горит, его распирает, и нужно срочно делать вот то, что ему захотелось. Вот сатана все время давит и все время гонит человека. Бог никогда не давит и не гонит. Он предлагает тихо, смиренно и кротко сделать то или иное. И если человек услышал вот этот кроткий, смиренный глаз своей душе, может быть, конечно же, не чувственно, но вот какое-то появилось в нем желание такое спокойное, тихое, сделать то или иное доброе дело, то можно засомневаться, и нужно, наверное, засомневаться, от Бога ли это. Потому что Святые Отцы нас учат все, что в нашей Душе рождается, не верить себе. Не верь себе – один из главных святотических принципов. Но если какая-то появилась идея в своей Душе, засомневаться, от Бога ли она, Господи, сказать можно так, я не знаю, от Тебя ли это, вот это желание или нет, но если это не от Бога, не от Тебя, Господи, я не хочу это делать. Я боюсь потратить время в своей жизни и на пустоту. Я хочу служить Тебе и угодить Тебе, я хочу творить Твою волю. Я пока отложу в сторонку это дело, вот эту идею. И если это будет воля Божия, то через некоторое время Ты мне дай знать, как бы, я готов ее выполнить, но я не знаю, вот не уверен, Твоя ли это воля. И человек спокойно может это в сторонку отложить. Если, допустим, это сатана навязывает что-то, сатана будет вот так вот долбить, он будет заставлять, он будет давить человека, гнать, совершить эту волю. А вот воля Божия не будет давить и гнать. Но обычно Господь через некоторое время все равно возвращает вот это дело, которое от Бога затевается, но уже с новыми сопутствующими обстоятельствами. То есть как бы человека, не толкая, не давя, не пиная в сторону этого дела, но направляя такими вот разными помощи, разными обстоятельствами. Пока же посмотри, это дело, которое вот я тебе предлагаю сделать, вот сейчас уже легче сделать, чем тогда, когда первый раз пил Сиге. Потому что сейчас уже готово вот это, вот это и вот это. Продолжение следует...